Начал говорить, и начал я говорить, что для меня, лично для меня, волшебная палочка, вещь не сказочная, а исключительно серьезная. И на самом деле, я думаю, что это метафора, конечно. Является лучшим описанием главной проблемы современного человека. Что касается человека эпохи постмодерна, то совершенно точно. И на каждый из нас что-то вроде проектора такого, внимание которого светит на чужие слова, и он слышит и запоминает то, что важно для него. Вот и Инна откуда-то запомнила из каких-то моих, не знаю, передач, лекций, высказываний некую светлую мысль о том, что в качестве волшебной палочки женщины и мужчины норовят использовать друг друга. Ну, если брать некую такую мечту об упрощении. И это действительно так. Ну, как бы мечта современной девушки. Стандартная. Ну, извините, я же не против присутствующих здесь, само собой. Вот я выйду замуж, рожу ребенка и все остальное, пусть оно идет лесом. И вот там муж, он будет, не знаю, зарабатывать деньги и сталкиваться с реальностью. А я буду воспитывать детей. Я сегодня имею дело очень часто с огрызками этой проблемы. В профессиональном качестве я имею в виду, потому что ко мне стали приходить 50-летние дамы, ну, которых через 20 лет, там, 25 лет брака повыгоняли мужья. Ну, как бы они в 90-х выскочили замуж лет 18-19-20 за новых русских. Эти новые русские давно завели себе дам помоложе. И большинство из них с самого начала, заключая брачные контракты, не оставляли жене никаких шансов. Поэтому просто выгнали и все. И вот ей 50, она никогда не работала. И не представляет себе, как это. Как правило, она не получила никакого образования. Дети выросли в силу меркантильности детей. Им тоже нужен папа, у которых деньги. И, в общем, гораздо меньше интересует мама. И помогать материально, во всяком случае, большинство из этих детей мамам не собирается. Так что, в этом действительно что-то есть. Использовать мужа или жену в качестве, ну, не волшебной палочки, конечно, а волшебного человека. Это вообще отдельная тема. Волшебные люди, волшебные мальчики, волшебные девочки. Это такая сложная тема для разговора. Важная и интересная. Но сегодня мы попробуем, наверное, понять суть. Ну, вот, Ин, когда девочка, не имея никакого опыта, стремится как можно быстрее выйти замуж. Она мужа хочет использовать в качестве кого? Отца. Отца, конечно. Ну, это настолько банальные, психоаналитические, но банальные вещи, что они уже как-то абсолютно естественно впитались в плоть и в кровь. Все начинается, вся эта проблема в психоанализе, классическом и новом, сводится к, в общем, если хотите, проблеме инфантилизма, нежелание взрослеть и желание остаться маленьким. В строгом смысле этого слова автором моих размышлений о волшебной палочке является психоаналитик Шандер Ференц. И первые публикации на эту тему появились чуть-чуть меньше ста лет назад. А в начале 20-х годов и на русский язык была переведена его работа, которая называлась «Феномен детского всемогущества». Феномен детского всемогущества – это очень простая вещь. Очень простая, но лежащая в основе абсолютно всего того, что мы сегодня, например, понимаем под словом «зависимость». универсальна всю зависимость можно свести к этому феномену или синдрому детского всемогущества. Он предельно прост. Младенец кричит, и в ответ мгновенно, как по мгновению волшебства, появляется грудь. Младенец кричит, и откуда-то берутся руки, которые его переодевают и лишают какого-то телесного, чувства телесного дискомфорта. Ребенок постепенно взрослеет. Надо сказать, что по дороге, конечно, вот все это рассказывая, по дороге я пропускаю… Заходите, девушки. Я пропускаю просто массивы. Массивы теории. Ну, например, взаимоотношения младенца и материнской груди или младенца и бутылочки, они возникают… Собственно, они являются основой детского психоанализа. Это я для студентов. И это тот самый психоанализ, который прописан сначала Анной Фрейд, а потом Мелани Кляйн, и сегодня является основой научного, современного детского психоанализа. Вовсе не теории Фрейда, а взгляды Мелани Кляйн в основном лежат в основе детского психоанализа наших дней. Младенец взрослеет дальше. И из этой реальности внешнего мира, которая, конечно, в возрасте до года была очень смутной, ну, как бы вместо груди вырастают фигуры родителей. которые, собственно говоря, что делают? Они осуществляют связь с внешним миром. И для ребенка родители – боги. независимо от того, какую именно семью мы рассматриваем. Боги в каком смысле? Они выполняют детские желания. И главная задача – ребенка научиться манипулировать всемогущими родителями для того, чтобы те удовлетворяли его желания. о втором важном факторе мы много говорили на лекциях здесь. И вы можете эти лекции посмотреть. И это, конечно, фактор страха. Младенец, все желания которого в том или ином, до той или иной степени были удовлетворены внутри матки. Желания его были простые, непритязательные. Он хотел комфорта, покоя, питания, наверное, какой-то определенной меры влажности. И автоматически это получалось из организма матери. Потом возникает страшный шок. Младенец рождается на волю, в мир. И этот мир оказывается на какое-то неизмеримое число, простите за тавтологию, измерений, больше, чем мир, который был внутри матки. И этот мир страшит. Поэтому синдром детского всемогущества, он как бы является способом преодоления страха. Ребенок боится, что он не справится сам. Поэтому манипулирует родителями, которые за него должны справляться с реальностью. Ну, можно здесь же сказать, что чуть ближе к нему мама, а папа репрезентирует всегда внешний мир, внешнюю реальность. Если папа пьяный и агрессивен, то и реальность внешнего мира такая же. Я утрирую? чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть. Итак, вот так она, она, собственно, в психоанализе называется, грудь называется первичным объектом. И сначала надо сказать, что Мелани Кляйн начала выделять хорошую грудь, плохую грудь, хорошая грудь это послушная грудь, плохая грудь, это грудь, как бы обманывающее ожидание ребенка. Он голоден, а она его не кормит. Или он голоден, кричит, а она не появляется. Но это в некоторой степени абсолютно неминуемый процесс. Почему неминуемый? Ну, по той простой причине, что любая нормальная мама обычно еще до года, иногда после года, начинает потихоньку отучать ребенка от груди. На самом деле, этому, конечно, нужно посвящать отдельную большую лекцию, потому что там есть проблемы с осок, это серьезная проблема, между прочим. Поскольку в Европе иногда дети до восьми лет до колледжа ходят с осками, и ничем зазорным это не считается. Ну, в общем, это такая отдельная тема для разговора. Но понятно, что когда первичный объект, грудь, не перестает появляться или появляется все реже и реже, возникает какая-то другая необходимость. Мама начинает покидать ребенка, уходить, оставлять его одного на ночь. И это, вне всякого сомнения, как многие здесь присутствующие знают на собственном опыте, вызывает страх, усиливает тот самый первичный страх, о котором мы говорили. и тогда в жизни ребенка появляется вторичный объект. Это игрушка, которую мы даем ему на выбор для того, чтобы он успокоился. На этом, вот на этой весь современный психоанализ на самом деле построен на работах нескольких людей, для такого Дональда Винникотта, английского психоаналитика, вся дальнейшая жизнь ребенка связана с его взаимоотношениями с этим вторичным объектом. Почему? Вторичный объект, спасая от страха реальности, как бы репрезентирует вот эту самую внешнюю материальную реальность, делая ее в руках ребенка послушной, управляемой. Таким первичным объектом, по мнению Винникотта, являются очень часто краешек простыни или одеяло, который ребенок сосет, или который особенным образом зажимает. Если у него попробовать этот кусочек одеяло отнять, начинает плакать. Я родился в коммуналке в такой очень большой и очень классической московской коммуналке. Шумной, скандальной, кастрюльной. Уже годы моего рождения это, конечно, конец коммуналок больших в Москве, но все равно. Вот. И я до сих пор, я всю жизнь сплю, накрываясь подушкой. И уголок этой подушки, простите, сосу. Вот. И я, нет, я могу какое-то энное количество ночей спокойнее взрослый человек спать без второй подушки на голове, но накрываюсь рукой. Вот. Она моделирует, репрезентирует мне подушку. Вот. А потом следующим за частью белья, ну, просто в силу, почему так происходит, потому что игрушки мы даем тоже в каком-то определенном возрасте, да, даже первую погремушку мы боимся вешать рано, или не даем в руки, она висит просто над кроваткой. А потом у ребенка появляется любимая игрушка. И это чаще всего плюшевый мишка. Вот. Буратино. Кукла. Ну, что-то такое, что ребенок, как правило, замусоливает, засаливает, затаскивает до дыр, но не хочет отдавать и не дает выбросить. И мама его снова зашивает, пришивает глаз, да, все равно его не брошу, потому что он хороший. и эта игрушка иногда сопровождает даже взрослых женщин, 25, 26, 30, это взрослые женщины, дальше в семейную жизнь, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, Винникот считал, что кукла поэтому играла такое огромное значение в обрядах и традициях. Я вам могу сказать, что, да, для того, чтобы отослать человека к детским воспоминаниям, везде, и в психоанализе, и в НЛП, говорят, закройте глаза и вспомните любимую детскую игрушку. Кто что вспоминает, кто паровозик, кто куклу, кто вот этого мишку, и в общем, очень, грубо говоря, и очень примитивно продам вам старый психоаналитический секрет. Примерно на этом возрасте, да, вот, в котором человек вспоминает любимую игрушку, он, или этот вторичный объект, да, вернусь к этому термину, он вспоминает и фиксируются его проблемы. Я вспоминаю там, я не знаю, солдатиков, вот, на соответствующей там, шести предшкольной стадии существуют мои проблемы, да, я вспоминаю мишку, которого обнимался, сало не хотел отдавать, или подушку, ну, вот, значит, лебедо у меня фиксировано где-то на более ранних стадиях развития. Но все равно, в общем, примерно как-то меня учили этим писать, вот, примерно это выглядит так, есть внутренний мир, мир воображения, в который мы с вами путешествовали прошлый раз, и есть необъятная внешняя реальность. Пересечение этих реальностей изначально не может быть очень сложным, и, согласно Винникоту, создает вообще третью реальность. Вы сейчас поймете, почему я так долго, ну, для человека, который как бы обучался так или иначе психоанализу, это вещи очень простые и очевидные, и, как бы, ну, иначе вы не проникнете всей серьезностью проблем. и я хочу сказать, что видите, видите, вот, вот, эта зона пересечения, она даже, ну, как-то внешне напоминает волшебную палочку, правда, то есть, какой-то такой вытянутый продолговатый предмет. А я это к чему? До определенной степени эта игрушка, этот уголок одеяла, к которому ребенок пытается свести всю реальность, естественно выполняет его желания. Он становится посредником, этот предмет, между родителями и ребенком, потому что родителями ребенок может управлять не всегда, а этой своей игрушкой всегда. Она абсолютно послушна. вокруг этой игрушки, вокруг нее формируется некоторый процесс, который мы по понятное дело называем игрой. однако, подчеркивал Винникод, игра это не пустое и плевое дело, это другая реальность, другое пространство. Есть вот внутреннее пространство, внешний мир и третья реальность, реальность игры. Это поэтому на место плюшевого мишки или куклы с выбитыми глазами. Легко и с удовольствием становится компьютер. Поскольку это волшебная игрушка, которая куда легче, чем родители, удовлетворяет мои желания и позволяет мне не взрослеть. И мы говорим компьютерная зависимость. Вот это вот он выполняет какие-то мои желания и дает мне не взрослеть. Что такое взрослеть? Надо это тоже четко как-то обозначить. Мы что называем взрослением? брать на себя ответственность. Рост ответственности. Человек это такое существо, которое отвечает за свои поступки. Любой современный человек знает, что виртуальный мир, а тем более мир виртуальной игры, это позволяет не принимать ответственность на себя. Ну или по крайней мере там ответственность гораздо меньше, чем в реальных мирах. В реальном мире, да? Секс виртуальный по мере ответственности и как бы опасности разного рода. Не сравните, правда, с сексом натуральным. это сколько усилий надо приложить вообще разных. И в общем все хотят, чтобы партнер за тебя отвечал. Женщины по-своему, мужчины по-своему. А любое нежелание взрослеть связано с некоторым, с некоторой игрушкой или игрой, с некоторым объектом, который заменяет ускоряет, упрощает выполнение желаний, лишает ответственности. Ну, правда, честное слово. Мне звонит мой старый товарищ и говорит заговорщицким шепотом о том, что его дочь сошла с ума. Ну, естественно, я знаю дочь давным-давно, она большая девочка, ей 26, у нее двое детей. И, в общем, я пугаюсь, понимаете, какая штука. Он говорит, слушай, там, ну, как вообще всегда в личных отношениях, я вам всего пересказывать не буду, он мне говорит, слушай, Саша, ну, правда, она сошла с ума. скажи мне, пожалуйста, какую таблеточку ей дать? На полном серьезе, спрашивает меня почти 60-летний человек. Я говорю, чем она заболела, ты меня не пугай, ты скажи, ну, ты же знаешь, что я здесь, разберемся. Вот, он говорит, ну, ты представляешь, она с двумя детьми мне оставила детей, ушла от мужа к моему же приятелю, там, почти его возраст, ему там 52 приятеля. Вот, какую таблеточку ей дать? Как вам вопросик? Вместе с тем, через этот вопросик можно понять всю наркотическую культуру, абсолютно всю. вот этот наш вопросик по телефону, там, Маша, у меня живот болит, какую мне таблеточку принять? Он же, понятное дело, опасен для жизни, правда? Ну, там, я врач, все-таки, и я могу сказать, что острая боль в животе, это такая штука, при которой обследоваться надо обязательно, и как минимум, кишку надо глотать. Ну, простите, я, конечно, все упрощаю, но я хочу сказать, вот вам некоторая модель, потому что обратиться к врачу с болью в животе, это значит неожиданно увеличить свою собственную ответственность за себя. правда, потому что вот я проглочу кишку, и неизвестно, что будет. потому что там может быть язва, серьезная инфекция, меня могут в больницу запереть на месяц, куда проще позвонить Маше и спросить, Маш, ты не знаешь волшебную палочку от боли в животе? У тебя нету, ты такой информации не обладаешь? Понимаете, о чем я говорю? Вне всякого сомнения в нашей культуре все время повторяю я, и по сей день настоящей подлинной религиозной верой является водка. Ну, сколько у нас, каков процент населения, который пойдет к психологу или к психотерапевту советоваться по поводу своих депрессий, взаимоотношений с женой и целой кучи соматических болезней. Я сейчас не об объективных обстоятельствах, я сейчас о том, что люди прибегнут к некой вещи, к некой волшебной палочке, правда? которая станет универсальным лекарством на все случаи жизни. Ну, так, опять же, между нами, девочки. подавляющее большинство религиозных артефактов, которые привозят из разных храмов и монастырей имеют исторически, мягко выражаясь, сомнительное происхождение. И для того, чтобы убедиться в сомнительном происхождении обрывка пояса Девы Марии есть множество вполне адекватных не атеистических научных источников. Ну, все же прописано в конце концов. Поскольку, да, занимаются такого рода вещами, слава Богу, уже не только богословы. но и историки тоже. Да, в общем, всегда и занимались. Однако, то, что люди периодически переживают волшебное исцеление, приходя к этим сомнительным артефактам, это же факт, правда? Религии и религиозной вере, вера в религиозные артефакты, поверьте мне, не имеют никакого отношения. Это разные вещи. Скорее, это суеверие. Однако, это суеверие вызывает эмоциональное состояние, очень похоже на религиозный трепет, откровение. Почему это происходит? Ну, потому что, ровно потому, что человеку правда нужно это третье пространство, пространство игры. Вот о чем Винникот. Когда я говорю слово игра, вы это воспринимаете как нечто абсолютно несерьезное. А на самом деле игра это игра игра возможна только тогда, когда человек сформировал вторичный объект. то, что для меня более всего описывается метафорой волшебной палочки. Это сказочная метафора, да, по преимуществу. Но хотим мы с вами этого или нет, но пояс Девы Марии действует именно как эта метафора. и виртуальную зависимость сегодня в общем родители особенно совсем не воспринимаю как шутку какую-то глупую. Все зависит от того, мы вывели ребенка из этого возраста, смогли ему объяснить зачем нужна ответственность, как ее вообще нужно развивать. Или он продолжает игру. И для того, чтобы продолжать игру Инна, ему нужны волшебная жена или волшебный муж. Волшебная жена это которая как правило такая, она воспринимается это как душечка чеховская. Самое главное, что она делает, она каждый день говорит мужу какой он великий, значимый, гениальный любовник. В общем, она всячески поддерживает его самолюбие. Я не знаю, смог ли я объяснить, что вот этот самый феномен детского всемогущества является главным феноменом, отличающим инфантильную личностную позицию от позиции взрослого человека. Вместе с тем избавиться совсем от инфантильной позиции слава тебе, Господи, нельзя. И Христос говорил, будьте как дети, ничего тут такого нету. Вся проблема в том, чтобы это осознать, а иначе это превращается действительно в некоторый род неврозо-навязчивых состояний или зависимости. то есть как бы человек своей жизни рано или поздно должен вернуть игре роль игры, а не единственного смысла жизни. Поскольку если я правда верю, но правда на полном серьезе, что исцелить меня может от рака, например, только пояс Девы Марии, то я не иду к врачу. И моя жизнь заканчивается куда быстрее, чем этого можно было ожидать. А таких людей достаточно много. бутылка это волшебная палочка. Шприц ручка в виде которого кто-то только что крутил в руках. Это конечно тоже некоторый материальный объект решающий любые проблемы. я всегда говорю, что нет принципиальных отличий бутылки водки от шприца с героином, амфетамином или чем-нибудь еще. Это в любом случае некий волшебный объект, который позволяет мне оставаться инфантильным. Волшебная палочкой. Я свожу свои проблемы к некоторой игре. И эта игра между прочим начинается до всякого приема наркотиков. Любой опытный наркоман вам расскажет, что когда человек перестал терзаться в сомнениях и вышел на поиск, то это уже состояние близкое к кайфу и неизвестно, что приносит больше удовольствия. Вот этот процесс мутить, а именно добыть денег, найти поставщика. Это такая игра. Она достаточно несложная, поскольку в ней в отличие от реальной жизни действуют свой набор правил. Он страшненьким иногда оказывается набор правил, но все равно он проще не знаю такой задачи, как, например, получение удовольствия от работы или нахождение своих жизненных интересов или поиск смысла жизни. Он проще и он связан с добыванием просто конкретного волшебного объекта. Ну, да, вот, это же все у Жванецкого. Типа, ну, у нас с собой еще было. И это решает все проблемы. Ну, временно, да. но зато волшебным способом и позволяет не взрослеть, не отвечать, не рисковать. Можно ли свести какой-то единой категории все проблемы, которые решают разного рода волшебные палочки? Можно. На самом деле можно. Чего боится человек, когда он выходит из родительского дома в жизнь? И ну, я ошибусь ничего. вы даже себе не представляете, как религиозно вы рассуждаете. В строгом смысле этого слова, ну, самый простой перевод слова грех, это ошибка. А вообще разве можно не ошибиться? Вот все сделать правильно, а правила эти кем будут утверждены? А как же в это возможно? А кто будет оценивать? Вы правильно поступили? Вы в этом страшная беда. Какая? Все здесь есть. Все, что как вас зовут? Евгения Олеговна, в этом все есть. В чем проблема? Проблема в том, что на самом деле в подавляющем большинстве случаев оценивать действия Евгении Олеговны во внешнем мире будет не она, а кто-то другой. Не важно кто это. Начальник, экзаменатор, там научный руководитель, муж, водитель, парикмахер. Кто-то все время другой. Чего мы универсально боимся? Разве жизни? Да, конечно, оценки других, но точнее даже не оценки других. А чего? Осуждение. А именно это что значит осуждение? удар по самолюбию. У тебя не приняли с твоим желанием быть искренним? Неприятие. Ну, я бы сказал, не знаю, просто исходя из слов Евгения Олеговна сказал бы я, я бы сказал, что мы боимся, что наша оценка самих себя и своей роли в жизни как-то не совпадет с оценкой других. Как-то не совпадет. Ну, Евгения Олеговна счастливый человек. Она, видимо, этого не боится. Но подавляющее большинство этого боится. И это в реабилитологии целая грандиозная проблема, которую сегодня модно принято называть проблемой резилиентности. Ну, устойчивости к неприятности. Ну, вот или есть она в тебе. Ну, есть она в Евгении Олеговне и слава Богу. И она счастливая женщина. Ну, как бура. Но вся проблема в том, что в большинстве ее нету. и так оценить нас, как нас ценила мама, первичный объект, или плюшевый мишка, вторичный объект. уже никто не будет. Все будут нас ценить все равно по-другому, все равно не так. И тогда человек совершит попытку остаться в себе самом. Ну, если вот так вот все захлопнуться, застегнуться в коробочку, ну, не знаю. выйти замуж за мужчину, который тебя боготворит, и вокруг поставить глухой забор. Или еще что-нибудь такое в этом же душе. Что-нибудь получится из этого? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. А потому что это инфантильный поиск волшебной палочки. И он будет ошибкой всегда, потому что всегда тот, на кого ты понадеешься, как на волшебную палочку, тебя обязательно подведет. люди всегда надеются на волшебную палочку? Всегда. Люди всегда боятся оценки общества? Всегда. Именно поэтому ему нужна волшебная палочка, потому что она посередине между ними и обществом. изначально. Волшебная палочка. А? Мы о здоровых людей говорим? Несомненно. Или ну просто вся проблема в том, что я к сожалению вообще не рассуждаю в терминах здоровья и болезни, поскольку есть одна проблема. если я попрошу вас определить, что чем душевное здоровье отличается от душевной болезни, вы не сможете это сделать. Нет, оно отличается. Оно отличается. И мы интуитивно это знаем. Я могу тебе объяснить, чем отличается, но наверное не сейчас. А вся проблема заключается в том, чтобы когда мы говорим, ну например, о здоровых людях мы говорим или нет, все ли больны, мы должны прежде чем это говорить, давать внятное определение, что мы считаем здоровьем, что мы считаем болезнью. Если у нас такое определение есть, такой разговор возможен. Подчеркиваю, у меня есть. Поэтому я со всей ответственностью говорю, здоровый человек всегда боится оценки других и здоровый человек всегда ищет волшебную палочку. просто у каждого воображений эта волшебная палочка своя. Кто-то ищет принца или принцессу, кто-то считает, что вот он сможет использовать в качестве волшебной палочки собственной значимости и собственного престижа автомобиль. Так было у нас в 70-х годах, когда деревья были большими. мужчины жили в гаражах. Там чувствовали себя свободными, обменивались мнениями, там ночевали, пили, жены их туда выгоняли, машинам они давали имена и разговаривали с ними. сейчас понятное дело это в меньшей степени, но все равно автомобиль как некая моя ракушка, которая позволяет мне продемонстрировать собственную значимость, а не прикасаться к этому потному мерзкому народу увы по-прежнему играет ту же самую роль. Как человек никогда не водивший машину считаю себя вправе это абсолютно официально заявить. А как бы что это очень важный вопрос, что позволяет мне сохранять значимость или какая есть мы вот я не настаиваю, но сегодня утверждаю, что бояться оценки других это нормально и пытаться найти волшебную палочку это нормально ненормальным это становится, когда человек этого не понимает, загоняет это внутрь, не хочет осознавать. Тогда каким же свойством должна обладать волшебная палочка? успокоительным успокоительным. Успокоительным. Ну, как-то это очень странно успокаивать самолюбие и довольно сложно. Это понимаете, это же вот в некотором смысле, если мы говорим, что укол самолюбия, риск утраты значимости или что я универсально назвал риском или страхом несовпадения самооценки с тем, как себя оценивают другие, успокоить. На самом деле его можно только одним способом. Каким? Что делала мама, как волшебная палочка? Или что будет делать жена? Или муж, если он выступает в роли жены? Ну, ну, слушайте, ну, похвалит, да, в психологии мы говорим погладит, да, буквально погладит по головке и скажет. Да, хороший Федя, хороший, умный, да плюнь ты на это, ты же умный, ты все понимаешь. И человек как-то. Фу, умный я на самом деле. Все, пойду дальше. А если некому так? Тут, понятное дело, несчастный человек. Как бы, что ему-то делать? Или бутылка водки. и нет никакого выхода. Правда? Что должен человек-то? Если мы говорим, это становится слишком серьезно, все, включая бутылку водки. Если мы этого не осознаем, я могу выпить лично, я, да, с удовольствием. Могу даже прямо сейчас. Почему? Вообще, вы знаете, вот это, это я скорее к студентам, но я могу утверждать не только про всехнее самолюбие и всехнее поиск волшебной палочки. я могу утверждать про тем, что всем даже не пьющим всегда хочется выпить. Есть такой идиотский вопрос, абсолютно идиотский, наркологов, психологов, реабилитологов, это когда они заглядывают в глаза внимательно и спрашивают, вам хочется выпить? Ответ да, потому что да. Почему? Ну, потому что я сегодня точно выпить не могу, потому что а, мне надо закончить лекцию, а потом мне надо ехать вести радиопередачу. Я специально так делаю, но не могу. А если бы я мог, если бы вы мне сказали, все, на, Александр Геннадьевич, выпей и свободен, то для меня это означало бы отдых, границу между работой и отдыхом. Александр Геннадьевич пьет очень мало, но поэтому именно ни перед передачей, ни перед лекцией выпить не может. Я буду мямлить, спать на ходу. Но тем не менее, хочется ли мне выпить? Да, потому что для меня это знак прекращения рабочей деятельности, ответственности. Хочется ли мне ее прекратить? Да. Да, конечно, я хочу, чтобы меня погладили по головке, сказали, что я хороший и умный, и как бы и всего этого мне хочется, как любому другому человеку. Весь вопрос в том, чего нам не хватает или чем это все можно заменить? Или наоборот, что же заменяет для меня выпивка? Любимая нет. Правда, это это вот опять. Вся проблема заключается в следующем. Это все зависит, вот это Блаженный Августин говорил, что я боюсь дословно цитировать, но говорил он так, наверное, что человек любит, то тем он и является. Ну, я хочу сказать, что если он любит правда автомобиль, ну, правда, или ездить на автомобиле, то он будет заменять это выпивкой? Какой ситуация? Не будет, ну, потому что нельзя, ну, нельзя. Или я люблю автомобиль, или как бы выпивку. Если я люблю писать стихи, ну, правда, люблю, то я тоже пить не буду. Я. Я сейчас не про Есенина подчеркиваю, хотя это тоже стоит обсудить отдельно. Я не буду пить в силу того, что я лично, я писать, когда я пьян, не могу. Я могу спать. смотреть телевизор. Дальше все зависит от того, чего любит женщина или женщины, которых я люблю. Ну, простите меня, если женщина моя, а я люблю женщин, правда, две, три, четыре мои женщины не любят заниматься сексом в пьяном виде, каким же образом я буду, я могу пить только вместо. На эти женщины, которые любят заниматься сексом в пьяном виде. У меня в силу того, что я видал страшное, просто вы не можете представить, сколько я за 30 лет в наркологии видал женщин, которые любят заниматься сексом в пьяном виде. Да, у меня есть страшное подозрение, что они любят не сексом заниматься, они любят выпить. Это разное, понимаете, как бы вот и секс тут является некоторым таким побочным эффектом в процессе добычи водки или героин. Вот и все. Уверяю вас. Вам придется мне поверить, у меня больше опыта. Вот. Я хочу сказать, что все правда, все очень зависит от того, что мы называем любовью. я хочу вас вернуть, сейчас мы сделаем коротенький перерыв, чтобы совсем не это, чтобы вы могли. Я хочу сказать, что что мы называем волшебной палочкой, включая всех наших разговоров, я все время возвращаю к этой теме, хотя кружу вокруг да около. что же человеку нужно? Смотрите, получается, в некотором смысле, что главной метафорой волшебной палочки в классической истории является фонарь диогена, с которым он ходил днем и искал человека. да? Да, я согласен. Волшебная палочка в первую очередь на самом деле должна показывать человеку кого и что он любит в действительности. ведь от этого зависит самооценка. Есть страшная беда, которая описана в мифе о нарциссе. Любить самого себя невозможно, потому что да, все равно появится какой-то персонаж из моей любимой сцены, сценки Хармса. Помните? Да. Писатель выходит на сцену и говорит, я писатель. В зале встает Ваня Иванов и говорит, по-моему, ты говно. Писатель падает и умирает. Тогда на сцену выходит художник и говорит, я художник. Тогда в зале стоит Федя Пупочкин и говорит, по-моему, ты говно. И вот да, и да, вот как оригинальная идея может погорошить человека к ней неподготовленного. Тут и значит волшебная палочка на самом деле обязательно должна для взрослого человека обязательно должна обладать функцией, я всегда говорю, фонарик. Чего-то, что направляет наш прожектор внимания на что-то подлинное в нас. Мимо обитых уколов самолюбия, которые на самом деле являются универсальной причиной любой зависимости. Еще раз напомню начало, да, синдром детского всемогущества. Я самая лучшая и нету, никто не может в этом сомневаться. потому что я научилась манипулировать моими родителями. Маленько, я это не очень хорошо помню. И мои родители мне сказали, что я самая лучшая, единственная, неповторимая и непревзойденная. Я выхожу на сцену на любую спортивную, школьную, детсадовскую, в зале обязательно кто-то находится, кто встает и говорит, по-моему, ты говно. Ну, разными способами. Это универсальная проблема социального бытия. Либо тебе правда кто-то говорит, что ты говно, либо ты все время этого ждешь и боишься. Что вот я как высуну нос, за него так, мой, ты говно. Я хотел вам сказать, что я человек очень зависимый. И вообще, я думаю, что на самом деле проблемы этой, как проблемой другие люди заниматься не могут, если они как бы не могут себе признаться в том, что они зависимы. Ну, вообще, осталось только отличить зависимость от любви, и это какой-то такой тоже отдельный разговор, но сегодня чуть-чуть не об этом. Поэтому хочу сказать, я волшебные палочки так распространены в культуре. Я выложил разные свои волшебные палочки, и вы можете увидеть еще одну мою зависимость, коллекционную как бы. Я просто почему-то предпочитаю зависимости, которые не понижают, а повышают меру моей ответственности и моего интереса к жизни. То есть не возвращают моего сознания в инфантильное состояние, зато дают мне возможность оставаться ребенком. И в этом ряду лежит ручка. Одна из самых частых зависимостей, потому что видите, я не я один. Огромное количество всяких разных преподавателей постоянно крутят ее в руках. Между прочим, по выбору формы и размера ручки очень многое можно сказать о любом преподавателе, поскольку это типичная волшебная палочка. В чем заключается ее работа? Зачем люди курят? Видите, сколько вопросов. Внимание сверху оттачивается на ручке. А что она мне позволяет? Иметь компромат на всех. Это диктофон, это другое. Есть более совершенное оборудование. Зачем же это? Переключать внимание. Переключать внимание. Но что она мне позволяет? зачем я кручу ручку? Снять нервное напряжение. Владеть вниманием. Зачем люди курят? Откуда взялось слово перекур? Почему мы с вами побежали на перекур? Нет, на самом деле не просто отдых. Или что такое отдых тогда? Ну, фигу. Если я внимательно понаблюдаю за вами на отдыхе, выяснится, что вы вполне напряженные. Вы там напряженно разговариваете. Конечно, не по теме лекции, но о чем-то разговариваете, о чем-то, что вас волнует. Это далеко не всегда такой релакс. И не все отдыхают расслабляясь. Сосредоточением. На чем? На важном. Вот же, вот схема. Она не видна, правда, нифига. Не рисовал фломастер. Смотрите, есть внутреннее, мой внутренний мир, моя внутренняя реальность, мои мысли, которые я вполне себе без бумажки, правда, пытаюсь вам сегодня изложить. Это не лекция, это разговор. Я не умею читать лекции. Есть вы, мой внешний мир, на этой лекции. Между ними волшебная палочка. Это посредник, игрушка, которая позволяет мне как бы все-таки держать внимание на вас, одновременно оставаясь в себе. Такой замочек, который не дает мне терять ход моих мыслей. все время напоминает это ты, это ты. Это не они, не больные, не пациенты, не группа, которая пришла на занятия. Тебе нужно свою мысль довести до конца. Это удержатель мысли. Эту функцию собственно выполняет любая ручка. Она удерживает мою мысль на бумаге, какой бы ни была эта мысль. я использую ее, когда я ее верчу, вне всякого сомнения, в неком символическом ключе. И перекур это возможность переключиться с обязанностей на некий мой внутренний мир или на мир моих желаний. Хотя я не уверен, честное слово, я правда не уверен, когда я больше напряжен, когда я работаю с людьми или когда я смотрю триллер, например. Это очень сложный вопрос. Про меру напряжения вообще и про ну просто я смотрю, я не участвую в процессе. Я потребляю. поэтому сигарета это такой знак, что я в большей степени в данный момент имею право оказаться в себе, в своих собственных мечтах, внутри, а не в работе, например. Это на самом деле, как любое курение, это род медитации, только род медитации, принятый в культуре. Как бы это моя возможность побыть наедине с моими фантазиями, мечтами, планами о том, как я, например, уйду с работы и что я там буду делать. Или что, мы будем делать там. ну а это, конечно, не единственная функция волшебной палочки. хотя она всегда в этом присутствует. Волшебные палочки в культуре они всегда различаются по, я бы сказал, роду или по направлению медитации. Кто знает, что это такое? я сейчас дам посмотреть. Не знаете этот предмет? Передавайте. У нас не очень много времени. Ну, почти, да. Знаете, это более знакомый предмет. этот тоже. все, был у на клубе точно совершенно что-то из этих предметов видели ну кто знает какие нибудь из этих предметов ну в общем почти да да только для чтения чего вы почти правы правильно вот этот предмет для чтения называется на иврите яды предназначен он исключительно для чтения торы то есть для чтения священного писания и проблема в том что тыкать грязным пальцем жирным вторую нельзя это неуважение священному тексту и поэтому когда рыба читает тору он следит не пальцем по строкам а ядом вот этой палочкой и поэтому это конечно не только следитель за текстом но и это некая трехуровневая связь священника со священным текстом да то есть это эти предметы всегда оформлялись очень красиво всегда делались только из серебра и золото и смысл этого предмета заключался в проявлении уважения к торе в ответ на что она конечно давала человеку знания это волшебная палочка текста я не просто концентрируясь на каком-то своем внутреннем мире да я концентрируюсь на том мире который во мне создает священное писание в еврейской традиции это правильно называется гимзо и это действительно тибетский лечебный жезл и это действительно концентратор энергии для передачи их в чакры и как бы конечно это концентратор энергии требует не просто прикладывание к чакрам но и со произнесения соответствующих мантр и вот этот строго лунный это дымчатый кварц он строго лунный поэтому для того чтобы его использовать до его надо это чушь это для того чтобы вы шибче покупали новые изделия вообще гимзо он у ламы 12 как бы выбранный так как ему удобнее они там все остальное включая сюда минеральный состав полная чушь то есть исторические никаких это не имеет аналогий это предмет из кварца из горного хрусталя как бы почему потому что горный хрусталь концентрирует себе целебную энергию луны мы с вами на всякий случай на всякий случай будем относиться к этому как мифологии хорошо по той простой причине что как бы какая разница если помогает это вариант главного жезла тибетского буддизма или главного и и главного и или главного джезла бом бона это правильно он называется пурба или хурба я не буду это довольно сложно сверху трехлика гневная ипостась шивы и это ножик он имеет очень много разных форм может выглядеть еще и топором и в общем главное он в строгом смысле этого слова предназначен для отсекания его его мы конечно я можно сегодня не буду рассказывать символическом значении можете сами почитать если вам это интересно я его принес по принципу того что он маленький и хорошая работа по кости правда как бы он не обязательно костяной он должен быть там сделать он должен быть сделан из трех металлов как бы и так далее и так далее и тому подобное но это тоже такая отдельная сложность и того я хочу сказать что это волшебная палочка если хотите если пользоваться той терминологии которая только что звучала это концентратор энергии священного текста это медицинская волшебная палочка и концентратор энергии луны это мистическая волшебная палочка и ее смысл в общем в моментальном падении в медитативное состояние говорят что отбивая шаги с помощью такого рода инструмента бегали знаменитые тибетские скороходы которые там преодолевали за часы сотни километров и не уставали могли бежать несколько суток без сна и отдыха но на самом деле все это символы и для меня аналитика а не экстрасекса не экстрасенса и человека категорически не занимающегося ничем похожим и ни во что похоже похоже не верящим надо сказать то есть имеющим свой механизм объяснения всех этих феноменов поскольку эти феномены я же не отрицаю хочу я сказать что все эти волшебные палочки могут иметь и вот такой вид это кольцо которое я с себя снял а оно для меня я вообще как бы лет наверно до сорока терпеть не мог мужчин с кольцами на руках вот а потом сам стал покупать колечки и долго думал зачем мне это нужно а потом понял что когда моя как когда количество интеллектуальных задач у меня стремительно возросло и когда мне стало нужно вот гораздо больше думать и готовить в голове чем я успеваю это делать ну то есть там я пытался книжки писать мне нужно было радиопередачи готовить чуть ли не каждый вечер во всем этом я пытался претендовать на какую-то мысль не пустоту а мысль пытался сказать все время что-то новое и ну и так как у меня все время было что-то еще да там как у всех людей семья проблемы то мне нужно было в общем просто очень много времени для того чтобы думать для того чтобы находиться в себе и при этом реагировать на запросы окружающих людей и я стал создавать себе волшебные палочки а именно покупать колечки чем-то символически напоминающие мне ту интеллектуальную работу которую мне надо было проделать и я потирая эти кольца очень легко переключался на эту внутреннюю мысль я ну там я не знаю грубо говоря я сейчас не стану рассказывать про конкретное кольцо ну просто вот там я готовил цикл громадный цикл передач по данте по божественной комедии и ну в общем это мало имеет отношения к повседневной жизни и работе и я покупал там кольца с готическими знаками и и они позволяли мне думать о раннем возрождении да и строках данте а не только о том что окружало меня все и минутной повседневностью это был мой фонарь диогена мой прожектор освещавший мои внутренние мысли но у меня в моей структуре знаний или веры нет веры в то что гимзо это лечебный жезл и мне достаточно поднести его к чакре любого из здесь присутствующих чтобы он вылечил все хотя на самом деле это ну не древний конечно но он старенький жезл вот этот реально он принадлежал ламе там это такая нормальная совершенно история я люблю такие предметы предметы должна быть история какая-то поэтому так уверенно говорю да там что не надо никаких семи разных кабней они вообще бедные люди у них все очень так это все для туристов ну и потом на тибете нет никаких этих семи жезлов это в наших этих я даже не знаю ну да да это в индии это есть на тибете нет но я думаю что и в индии это по моим представлениям это сувенир вот я хочу сказать что то что происходит с человеком происходит по совершенно другой причине мы говорим вера если человек верит в то что он может положить этот предмет на лунный свет и он будет его вылечивать от болезней он он превратится во что-то вроде пояса Девы Марии священный артефакт и он будет помогать и более того какому-то количеству людей которые будут приходить и которые будут верить уже не столько в предмет сколько в то что им расскажет человек об этом предмете тоже будут вылечиваться ну правда по некоторым понятным законам через некоторое время это прекратится ну как бы а я не могу использовать этот предмет он не будет мне помогать по той простой причине что для этого надо как минимум знать иврит я его не знаю и читать Тору в подлиннике а не в русском переводе и не в книжке а в свитке так как она должна выглядеть нельзя выдрать конте предмет из контекста культуры и в этом самая страшная беда как бы однако я к чему это говорю я это говорю к тому что каждый из нас может изготовить себе как я это рассказываю про кольца волшебную палочку на любой случай жизни и все зависит от того сколько труда на полном серьезе он потратит для того чтобы создать себе волшебную палочку для решения своих проблем или ну если хотите как лекарство от своих проблем так работают талисманы если кто-то был в Таиланде или на Бали или в Китае или в Китае там везде есть целые рынки базары на которых продаются талисманы ну или тот может читал об этих базарах знаете как ценятся талисманы они ценятся не по древности и не по там не знаю камням или ценности материала из которого сделаны изделия они ценятся по предыдущим хозяевам которым они помогли поэтому каждый продавец талисмана продавая вам какую-нибудь железную или каменную штучку будет перечислять его владельцев которые там вылечились от болезни там я не знаю не попали в автомобильную аварию не успели на самолет который разбился и так далее и так далее и тому подобное вот если талисман ну в общем как везде есть более или менее честные торговцы и жулики более или менее честные торговцы если в общем талисман который правда вот был при хозяине когда тот опоздал на самолет который должен был разбиться он будет стоить как будто он вырезан из цельного бриллианта как бы почему ну потому что чем больше у этих талисманов истории тем больше сугестивный эффект правда ведь самое главное чтобы человек верил в то что были какие-то люди которых предмет который у него в кармане на пальце на брелке как бы спас вылечил которым он помог в конечном итоге действие священной реликвии заключается именно в том что вы в общем знаете что до вас вам это говорят такое это количество тысяч людей из миллионов тех кто проходил мимо реликвии избавились от своих болезней или проблем или чего-то еще а как видите можно пойти более менее ленивым путем и купить себе талисман или волшебную палочку которая что-то будет освещать это талисман страха и избавления от него ну тут грозная шива который может с вами сделать все что угодно на самом деле что интересно это грозная троица и это если хотите один из самых красивых образов страха божьего в чем суть в том что человек направляет на себя этот талисман и от дикого страха соприкосновения с грозным с грозной ипостасью шивы я исчезаю шива сам шива как бы стреляет в меня из этого талисмана я впадаю в состояние в котором я могу пережить откровение индийский тибетский восточный целитель который обладает некоторой мистической тайной не потный Александр Геннадьевич а подносит ко мне талисман и мои болезни проходят Тора содержит в себе все все знания для еврея как бы это знание может раскрыться в нем если он сконцентрирует сконцентрируется на Торе смотрите я хочу обратить ваше внимание что в каждом случае это своего рода прожектор направлен направляющий как бы ваши мысли и ощущения в определенную сторону изготовить волшебную палочку на самом деле очень просто ну вот возьмите ручки и попробуйте немножко расслабиться раз уж вы настаиваете на расслаблении как можете я обычно предлагаю вытянуть ноги не пересекать руки чуть-чуть закрыть глаза и пробежаться по телу внутренним взглядом как бы развязывая веревочки и чуть-чуть расслабляя мышцы обычно пробегаются снизу вверх с кончиков пальцев ног вверх до плеч потом в голове затем перенесите внимание на дыхание и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов ну просто наслаждаясь тем что как вы дышите представляя себе как струя воздуха входит в организм что-то очищает и выходит из него дальше как вам удобнее вы можете оставаться закрытыми глазами если вас это смущает можете их открыть и представьте себе вы обладатель волшебной палочки как она выглядит как она выглядит она палочка или она талисман кольцо фигурка фигурка из какого материала она сделана попробуйте представить себе что вы стучите ей что вы стучите ей по столу какой звук она издает откуда откуда вы ее взяли вам ее кто-то подарил вы получили ее по наследству может вы ее украли с волшебной палочкой это можно добрые силы кто был на прошлом занятии чаще всего крадут ее у злых есть ли у этой палочки какая-то история был у нее какой-то предыдущий владелец или нет попробуйте для себя не для меня отчетливо представить ее в руках какая она на ощупь легкая тяжелая гладкая шероховатая как ей пользоваться какие правила что для этого вы должны сделать взмахнуть потереть одеть на руку проглотить проглотить на что зачем оно вам нужно какие желания вы с ее помощью будете исполнять исполнять в первую очередь по крайней мере соблазнять мужчин воспитывать детей зарабатывать деньги картины писать книги и преодолевать какую-то конкретную проблему перри проблем и лечиться например нажимать вот только теперь попробуйте нарисовать как она будет выглядеть ну хотя бы примерно вы сами понимаете что в таких разговорах я вынужден оставлять эти задания на дом потому что в действительности для того чтобы что-то тут изготавливать нам нужна масса материалов ну в простейшем случае хотя бы глина до белая чтобы как-то изготовить модель объемного предмета но я хочу вам сказать да еще одно условие я забыл обязательно надо обдумать последняя где вы ее будете хранить чтобы было и легко достать одновременно она не повредилась нужно же должна же быть всегда с собой правда или нет главная функция волшебной палочки мы ее обсуждали до перерыва это прожектор позволяющий преодолевать страх в отношениях с другими людьми она всегда каким-то образом освещает мне путь если я понимаю другого человека я понимаю что боятся все я понимаю что наши отношения взаимны хотя бы по нашему страху я боюсь женщин они боятся мужчин и далее и так далее и тому подобное цвет волшебной палочки как свет фонаря диагена когда я думаю о человеке позволяет мне увидеть его в подлинном свете не слишком ли много я возложил надежд на этого человека может ли человек вообще принять на себя такую ответственность за меня целиком за мои настроения за мою материальную жизнь за мою душу мне нужна волшебная палочка хотя бы в виде ручки потому что я могу проецировать на нее свое чувство детского всемогущества она позволяет мне с поправками конечно но тем не менее говорить то что я думаю правда и делать то что я хочу это проекция да но если я что-нибудь вот такое из слоновой кости вырежу сам как вы думаете она будет правда мне помогать мгновенно впадать в божественный экстаз давайте так скажем а правда значит это не просто изделие лучше всего чтобы я его изготовил сам я должен вложить в него свою надежду на что-то ну что-то конкретное то что я хочу правда больше всего я не знаю у меня я потерял у меня один алкоголик как-то изготовил себе брелок виде бутылки с узлом внутри ну вот он пошел правда в какую-то стеклодувную мастерскую это возможно в наше время без проблем и там вот вместе с мастером они выдали такую бутылочку небольшую с узлом внутри она была открыта с двух сторон и он мог этот узел тереть время так как это для него просто было ну подвигом то он как-то научился всякий раз потирая внутри эту волшебную палочку вспоминать о том что он завязал банально банально но в это была вложена вера надежда и он конечно хотел бросить это же понятно правда хотел один другой тоже алкоголик делал у меня как-то однажды себе волшебную палочку для соблазнения женщин очень частый вариант есть проблема обладатель волшебной палочки для соблазнения женщин волшебник блин он не может выглядеть как бомж и он незаметно начал меняться поскольку он каждый раз направлял свет своей палочки на женщину которую хотел соблазнить воображение конечно не волнуйтесь и пытался понять что ей нужно как к ней подойти что сказать вот что я имею ввиду под проекцией кроме того волшебная палочка кроме симпатичного внешнего вида интересного это предметы ценные волшебная палочка это ценный предмет и и лучше даже чтобы ручка которую я ломаю в руках имела какую-то относительную ценность для меня была кем-то подарена или стоила не две копейки а 300 рублей понимаете какая же а ну ручка же между прочим в том числе престижный товар и это тоже не случайно как бы я старый анонист очень тщательно отношусь к подбору формы ручек поскольку я их всю жизнь ломаю и кручу в руках понимаете какая штука ну что делать фрейд сказал бы именно так да это не как иначе но я хочу подчеркнуть что палочка вовсе не обязательно является палочкой то есть имеет сугубо фаллическую форму палочка это то как вы расслабившись подготовившись представляете себе волшебный предмет если вам больше нравится волшебный горшочек вини пуха ради бога изготовляйте волшебный горшочек волшебная палочка это нечто общепринятое и знакомое но волшебная палочка это такой ритуал это способ вашей проекции своих желаний как в детстве на предмет конечно это игра но если вы тратите на этот с виду ненужный предмет время и размышления о том какая она из какого материала какой не знаю ювелир знакомый сантехник золотыми руками может вам помочь изготовить или гончар или вы сами найдете в лесу палочку которая вызовет у вас чувство трепета я всегда рассказываю я вам рассказывал это много раз поэтому я на этом закончу сегодня я не могу себе это позволить часто ну правда но время от времени я выхожу куда-нибудь на поиск волшебных палочек я ни одной не изготовил правда но я очень люблю бродить по блошиным рынкам развалом вернисажем измайлова в поисках какой-то штучки которая почему-то вызывает у меня радостный трепет а потом я эту штучку сяду тщательно изучать я вам по каждым из этих предметов правду говорю могу прочитать такую же лекцию как вот мы сегодня с вами два часа отсидели и эти предметы наполняясь для меня смыслом становятся волшебными я уже не говорю о том что они в любом случае стоят денег и как вы понимаете никому не нужны в дело их не пустишь чем я занят ну правильно этот процесс называется активной символизацией я именно к нему вас и призываю я проецирую какие-то свои внутренние надежды и желания на предметы это вызывает у меня чувство радости это делает предметы волшебными помощниками так как этот предмет я всегда говорю есть первое упражнение актерского мастерства этот предмет имеет для меня довольно сложный интересный символический смысл о котором я сейчас рассказывать не буду ну на самом деле это какая-то совершенно новая вещь это дикая помесь кельтского креста с какими-то славянскими мотивами кто-то пытался что-то такое изобразить но эта штука у меня вызвала очень устойчивую символическую ассоциацию мою я всегда говорю всем по моему здесь присутствующим говорил берете предмет кладете его перед собой закрываете глаза и пытаетесь отчетливо представить себе его воображение каждую деталь три тут по три кольца сплетены а вот здесь по шесть проволочек а не по пять в центре дырочка не сквозная а по бокам четыре сквозные закрываю глаза и стараюсь его полностью себе представить ну минут пять этим занимаюсь потом делаю вторую фазу кладу на ладонь снимаю с ладони и пытаюсь представить себе мышечное ощущение температуру шероховатость вес тяжелый легкий холодный теплый как у меня пальцы чувствуют извилины кольца не получается опять беру руку опять пробую опять снимаю еще раз пробую так пока я как-то не буду этим удовлетворен здесь хитрость очень простая это первый шаг в дзен медитации в любой школе и первый урок актерского мастерства по Михаилу Чехову и еще целому ряду всяких разных мастеров почему маленький секрет я не смогу физически выполнить этого упражнения никак не смогу если я при этом думаю не знаю о том что меня выгнали с работы о том что маша меня не любит а петя гад понимаете да я либо думаю об этом предмете либо о пете который гад я не могу не успокоиться когда я делаю это упражнение или я его не делаю это невозможно это невозможно отличие тренинга актерского мастерства от дзен медитации заключается только в одном в дзен медитации есть обязательное условие этот предмет он опять же может быть любым любым меня должен радовать он должен иметь для меня символический смысл невыразимые словами он должен меня радовать для дзенского художника пейзаж это не искусство это не картинка висящая на стене это часть реальности которую он творит и стихотворение это тоже самое эта штука не должна меня снотворить и тогда она хочу я или не хочу становится волшебной палочкой потому что стоит мне вспомнить об этом кольце на пальце как я тут же рефлекторно вспоминаю это состояние покоя я на него смотрю оно меня успокаивает только поработать надо я взрослый человек а не ребенок но я люблю играть мы все любим играть если я потрачу время на игру и правда изготовлю себе или добуду ненужный предмет который меня притягивает с которым я чувствую внутреннее сродство которое меня радует если я его изучу и поверю в его мистические свойства я правда буду получать этот результат понимаете какая штука это просто ключ посредник между моей внутренней реальностью и большой внешней реальностью по прежнему просто чем дальше я от детства тем больше мне усилий нужно чтобы поверить в этот предмет в эту мою новую игрушку я должен сознательно спроецировать на него мою надежду но если я это упорно каждый день делаю если я продумываю его форму если я объясняю себе символически почему мне нужна именно такая форма а не другая если я ищу это в энциклопедиях символов например то через некоторое время поверьте мне я правда получаю в руки магический предмет и объяснять механизмы его действия можно очень разными способами ну все же очень просто я создаю себе волшебную палочку например для того чтобы избавиться от обид вот я обидчиво и бесконечно обижаюсь как вы думаете если я буду вырезать из кости себе вот такую волшебную палочку от обид я стану менее обидчивым да конечно стану я же труд потратил понимаете какая штука с целью стать менее обидчивым спасибо спасибо Продолжение следует...